История отдела контроля качества и приемки продукции началась в 1996 году. Первым руководителем отдела была Клавдия Андреевна Лисичкина. Задачи перед отделом тогда стояли непростые. Требовалось создать структуру, наварить производственные связи с основными цехами и службами комбината, сформировать сплоченный коллектив. Если брать те задачи, которые ставились в те времена, которые стоят сейчас, это, конечно же, выпуск качественной металлопродукции, которая предназначена для наших клиентов. И те задачи, которые ставились и в те времена, и сейчас, они выполняются в полном объеме. В отделе 10 участков. Это основные производственные подразделения, ККЦ, СПЦ, всепрокатные цеха. Бизнес-процесс наш состоит из чего? Мы осуществляем инспекционный контроль, мы выдаем сертификаты качества, подтверждающие соответствие нашей металлопродукции. Мы управляем несоответствующей продукцией с точки зрения учета качественных показателей, комплексных показателей качества, которые рассчитываются, учитываются ежедневно, да, и мониторятся всеми структурными подразделениями, в том числе и руководителями предприятий. Один из участков отдела контроля качества и приемки продукции находится в кислородно-конвертерном цехе. Здесь работает 41 сотрудник ОКП. Контролеры инспекции следят за правильным выполнением технологического процесса. Контролеры отгрузки смотрят, чтобы готовая продукция соответствовала заявленным требованиям. Инженеры по качеству организуют рабочий процесс смены. Есть также контролеры по назначению. О них чуть подробнее. Как известно, главная задача ККЦ – выплавка стали. Здесь рождается металл. Не просто абстрактная груда железа, а конкретный строго учтенный товар со своим уникальным именем – номером плавки, который в дальнейшем сопровождает металл, проходит с ним по всей технологической цепочке, вплоть до глубокой переработки и отгрузки потребителю. Изюминка нашей работы – это мы даем имя плавки, то есть даем марку стали и соответствие нормативному документу ГОСТу, ТУ и так далее. Назначение металла – это в первую очередь проверка химического состава требованием заказа, а также соответствие процесса производства металла всем нормативам технологии. Этим и занимаются контролеры по назначению. Они компилируют, анализируют и выдают всю информацию, связанную с выплавкой стали. Здесь принимается решение о дальнейшей судьбе продукции. Процесс назначения плавок сложный и требует от контролера множества справочных, табличных знаний, отличной, если не сказать, феноменальной памяти. Именно поэтому здесь трудятся самые опытные и квалифицированные сотрудники. Раньше паспорта писались вручную, сейчас формируется паспорт автоматически. Вся информация, которая происходит в технологическом процессе, вносится автоматически. Какую-то нужную информацию, если брать, то она открыта, пожалуйста. Берешь, так сказать, соответствие всем нормативным документам, проверяешь. Все это автоматизировано в системе НОРД, все ГОСТы необходимые. Управление производства задания также у нас автоматизировано, выдает все заказы. Полностью открывается заказ, вплоть до заказчика, кому идет металл, кому отгружается. Работа по контролю качества продукции подразумевает глубокое знание всех этапов производства металла. Контролер не хуже, а то и лучше технолога должен разбираться в процессе, уметь принять обоснованное решение. Цех большой, интенсивность очень большая, не все у всех сразу получается. И поэтому мы здесь есть. Если бы было все хорошо и все сразу получалось, цех бы давно ушел на самоконтроль. И процесса контроля бы не было вообще, именно стороннего, как делаем мы. Поэтому мы здесь есть и к нашему мнению прислушиваются. Еще один ключевой участок отдела контроля качества и приемки продукции в 10-м листопрокатном цехе. Он был образован в 1994 году, собственно, вместе с цехом. Большое внимание здесь уделяют трубному металлу подкату для производства жести и металлоспокрытия. Да и вся остальная продукция цеха не обходится без внимания сотрудников УКП. Каждый рулон проверяется и перед отгрузкой. Он должен соответствовать нормативным документам, требованиям заказа, иметь нужные геометрические размеры и качество поверхности. Только после этого выдаются товаросопроводительные документы. Сегодня вместо использования ручных инструментов контроля на помощь контролерам пришли автоматизированные системы подтверждения качества металлопродукции. Так, например, сотрудники УКП участка ЛПЦ-10 принимали участие в разработке системы «Светофор», которой активно пользуются. Она позволяет визуально определить те характеристики, которые соответствуют непосредственно требуемым качественным характеристикам рулонного проката и увидеть сразу, на что следует обратить внимание и какие провести дополнительные методы контроля при получении несоответствия определенных. Кроме этого, хорошо показал себя в работе пилотный проект «Мобильный контролер». Это новая разработка ПАО ММК, которая призвана помочь работнику более рационально использовать рабочее время. Работник, находясь в кабинете и отслеживая необходимые параметры через компьютер, через компьютерные системы, вынужден потом выходить на рабочую площадку, непосредственно принимая рулонный прокат по качеству, то есть оценивая его визуально, визуально смотрит за качеством маркировки, упаковки, на качество поверхности, чтобы не было дефектов на поверхности, и затем возвращается на свое рабочее место в кабинет, где необходимо подтвердить это качество, выдать товаросопроводительные документы и так далее. Соответственно, у него забирает большое время вот эти переходы с рабочего места на рабочую площадку. Чтобы снизить вот эти бесполезные переходы, было принято решение внедрить эти планшеты в работу, куда будут внедрены все те информационные ресурсы, которые необходимы для принятия решения по оценке качества. Следующая ключевая точка отдела контроля качества и приемки продукции – 11-й листопрокатный цех. В настоящее время на участке работает 21 человек. В основном это женский коллектив, средний возраст, 41 год, 85% работников с высшим образованием. Основные функции участка – это инспекционный контроль продукции на всех агрегатах цеха, приемка продукции на складе готовой продукции, оформление сертификатов качества, учет качественных показателей и участие в претензионной работе с потребителями. В ЛПЦ-11 основной упор при инспекционном контроле делается на соблюдение требований при производстве металла для автопрома. Производители машин, в принципе, самые требовательные заказчики и хотят получить не просто хороший, а идеальный лист. И понять их можно, ведь состояние поверхностного слоя автолиста оказывает большое влияние на эксплуатационные свойства деталей машин. Данному металлу предъявляются очень высокие требования по качеству поверхности, по допускам и по механическим свойствам. Поэтому выпуск высококачественного металла для автопрома – это довольный потребитель, соответственно, заказы у нашего предприятия. Магнитогорский металлургический комбинат гордится тем, что поставляет сталь в соответствии с требованиями международных стандартов и корпоративных нормативов. И происходит это в том числе благодаря работе сотрудников ОКП. Сегодня руководство ПАО ММК обращает самое пристальное внимание на возможные имиджевые риски. В частности, речь идет о попытках сбыта под брендом ММК иной продукции. Почему это происходит? Все благодаря высокому качеству нашего металла. Например, российский автопром ценит улучшенные антикоррозийные свойства, а также высокую прочность магнитогорского листа. Растут поставки и для трубной отрасли. Все это не дает покой нечистоплотным продавцам, которые не оставляют попыток выдать менее качественный товар за магнитогорский. Но и на них нашлась управа. С 2019 года высочайшее качество магнитогорской стали подтверждает особый сертификат. Он входит в число тех сопроводительных документов на металлопродукцию, которые в обязательном порядке предоставляются покупателям. Это очень подробный документ, в котором есть информация о номере плавки, размерах и химическом составе, номере вагона, в котором продукция была отгружена, а также результаты проведенных испытаний. Специалисты отдела контроля качества и приемки продукции уверяют, подделать такой документ непросто. Уже хотя бы потому, что часть представленной информации зашифрована. Мы очень сейчас активно внедряем всем уже известное так называемое QR-кодирование. Это размещение QR-кода на сертификатах качества, которые в дальнейшем отправляются у нас к потребителю. С какой целью это делается? Цель одна – улучшить сервис для потребителя. С помощью QR-кода потребитель может, считав этот QR-код, перейти на определенный ресурс и там уже непосредственно и получить этот сертификат качества. А самое главное, что очень актуально в сегодняшний день проверить подлинность этого сертификата качества, потому что на сегодняшний день очень много к нам поступает обращений по поводу именно проверить подлинность. На самом деле есть очень много подделок. И вот, чтобы потребителю было удобно, разработан вот этот сервис. На каждом сертификате качества в углу расположен QR-код. Еще одно направление, которое сегодня активно внедряет ОКП, это подписание сертификатов качества электронно-цифровой подписью. Это не дань времени, а прямая необходимость уйти от бумажных носителей и передавать сертификаты в электронном виде. Часть клиентов у нас уже переведены на электронные сертификаты. Работа по-прежнему продолжается. Те клиенты, которые уже перешли на них, отмечают многократное удобство, ускорение процесса. Опять же здесь параллельно с этим фигурируют и вопросы тоже подлинности, потому что одно дело, когда бумажка едет при помощи железнодорожного транспорта, и потом потребитель эту бумажку забирает. Бумажка механически может порваться, потеряться и так далее. Электронный сертификат передается различными ресурсами, удобными для потребителями. Их там у нас на данный момент порядка пяти вариантов передачи. Ускорение, удобство для потребителя и опять же подтверждение безопасности. Штат ОКП – это 297 человек. На 75% коллектив состоит из представительниц прекрасного пола. Средний возраст работников отдела – 43 года. Более половины имеют высшее образование. Это слаженный коллектив высококвалифицированных профессионалов, готовых решать любые поставленные задачи. Что касается самой атмосферы работы в коллективе и стремятся ли сюда люди попасть вообще, я могу однозначно сказать «да», это с полной уверенностью, потому что те знания, тот багаж знаний именно с точки зрения аттестации металлопродукции на соответствие требованиям нормативных документов, он сказывается и необходим в работе практически в любом структурном подразделении. И если посмотреть на тех людей, которые работают вокруг нас, есть бывшие работники ОКП в торговом доме, есть бывшие работники ОКП в функциональном офисе, в службе структур сбыта, есть в управлении производством, есть в производственных структурных подразделениях. Ну, однозначно это говорит о том уровне квалификации наших людей. Мы востребованы. За примерами здесь далеко ходить не надо. Трудовая деятельность начальника управления охраны труда и промышленной безопасности Алексея Бельтюкова началась на ММК в 1998 году именно с отдела контроля качества и приемки продукции. Он прошел путь от контролера до начальника отдела. Одни из первых, наверное, в металлургической отрасли мы пошли именно в цифровизацию. Сейчас это очень модное, очень правильное направление. Тогда это было достаточно серьезно, сложно. Очень непростое время было. Очень много сделали проектов совместно со всем коллективом по автоматизации учета качества продукции, по автоматизации ведения претензионной работы и прочих направлений. Внедрялось много систем контроля автоматических. Коллектив, он еще на момент, когда я пришел на комбинат, он был очень сплоченный, очень дружный. Наверное, благодаря этому и сам процесс обучения мой прошел очень легко, с пониманием. И так это на сегодняшний день и поддерживается. Все новые работники, они попадают, ну, можно прямо сказать, во вторую семью. УКП стал второй семьей и для еще одного бывшего руководителя отдела Виктора Николаевича Ярового, ныне занимающего должность ведущего специалиста, руководителя по контролю и испытаниям ЦЛК. Он пришел в УКП после службы в армии. Прошел путь от контролера до начальника отдела. Отдел никогда не стоял на месте. Менялась структура, менялись требования, менялись какие-то параметры, которые мы контролируем. Он и расширялся одновременно, потому что вводились в строй новые подразделения. Это и ККЦ, там другие цеха. И, соответственно, там организовывался контроль. Он же и оптимизировался. Различного рода трансформации и оптимизации никоим образом не сказались на престиже профессии контролера. По словам работников отдела кадров, от желающих здесь работать нет отбоя. Поэтому и требования к кандидатам высокие. Работники в нашей профессии должны быть требовательны, внимательны, очень быть организованными. Так как нам надо знать очень много нормативной документации, ГОСТов для того, чтобы аттестовать металлопродукцию. Для этого мы еще работников направляем на обучение в КЦПК персонал для повышения квалификации. Также для молодых специалистов, которые только приходят на комбинат, мы организовываем на участке стажировку для адаптации на участке и для того, чтобы они узнали про технологию, ну и по безопасной методе труда знали. Основная профессия в отделе контроля качества и приемки продукции, конечно, инспектор. Эти люди работают непосредственно в цехах, контролируют технологический процесс, следят за тем, чтобы к заказчику отправлялась продукция соответствующего качества. И, разумеется, на производственной площадке они, как и все работники предприятия, соблюдают правила охраны труда. Все прокатные цеха и два стелепровольных цеха, это СПЦ, КГЦ. То есть условия труда везде разные. Ну и помимо того, что и условия труда, и работа везде разная, то есть там в зависимости от этого и обеспечивается и спецодежда, спецодежда идет разная, то есть у нас три комплекта идет, сукно идет, ХБ с огнестойкой пропиткой, и костюмы обычно идут. Плюсом также обеспечиваются средства индивидуальной защиты. Как и любой дружный, слаженный коллектив, сотрудники УКП не ограничивают сообщением в рамках профессиональной деятельности. Они встречаются на корпоративных выездах, активно принимают участие в спортивных событиях. Особенно здесь стараются привлекать коллективным мероприятием молодых специалистов. У их в УКП сегодня около 40 человек. Наша команда участвует не только в спортивной жизни Павла Мунка, но и среди других структурных подразделений Челябинской области. Так, например, мы заняли первое место общекомандное в соревнованиях по плаванию по Челябинской области. Да, наши коллеги участвовали. Также принимаем участие в спортивных мероприятиях, организованные спортивным клубом «Магнитогорск-Металлург». Для чего это нужно? Для того, чтобы, ну, самое главное, это приучить к спортивному образу жизни, к здоровому образу жизни. И, кроме этого, спорт все-таки и спортивные мероприятия объединяются, плачают молодежь. Допустим, молодые работники также приходят к нам, да, устраиваются, никто же не знает друг друга. То есть благодаря, опять же, спортивным мероприятиям, благодаря каким-то соревнованиям спортивным мы знакомимся, объединяем людей. Объединяется и роднится духом на различных в нерабочих мероприятиях не только молодежь ОКП. Здесь очень сильная ветеранская организация, численный состав которой более 360 человек. У нас пенсионеры, можно сказать, опытнейшие, самые первые, кто возглавлял контроль качества и приемки продукции, опытнейшие. Ну, как и всегда полагается, из поколения в поколение передают опыт своим молодым коллегам. У нас уже преемники работают, дети наших пенсионеров. Так что династия продолжается. Поздравляю с юбилеем всех работников отдела, всех, кто с Лисичиной Клавдии Андреевны стоял в его истоках. Желаю в это непростое время успехов в труде. Здоровья вам и вашим близким. Поздравляю всех работающих, молодых и пенсионеров с 25-летием существования нашего участка. Всем добра, здоровья. Хотел пожелать всем сотрудникам отдела в это непростое время здоровья, удачи на этом непростом абсолютно похвящем, но и терпения. Дорогие коллеги, друзья, вот и наступил юбилей. Вроде бы кажется, совсем недавно отдел был организован и уже 25 лет. Мы, конечно, с вами помним, что отдел образовывался не на пустом месте. Он вырос из отдела технического контроля комбината. Хотелось поздравить вас с этим юбилеем, а заодно, наверное, и с Новым годом, потому что он тоже уже не за горами. И пожелать вам, конечно же, здоровья, благополучия и удачи. Куда же без нее? Уважаемые коллеги, поздравляю вас с юбилеем, 25 лет. Это значимая дата в жизни нашего отдела, на нашем предприятии. Поздравляю всех ветеранов, всех людей, кто изначально стоял у истоков формирования отдела контролеров, как бывших, так и действующих. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, профессиональных успехов. Спасибо всем за ваш ежедневный труд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова